Удивительный случай возврата товара по гарантии и пример того, что нужно всегда возвращать деньги, а не обменивать товар. Смотрите, у нас Роспотребнадзор сам на сайте ГИСЗПП, Государственный информационный сервис защиты прав потребителей, приводит интересный случай. Человек купил, ну, тут лампочку, видимо, для простоты, а тоже, может быть, и реальный такой случай был, и человек принципиальный. Это не важно, для нас это лишь пример. Человек купил лампочку за 85 рублей, у него срок службы год. Она у него проработала полгода, он чисто ее вкрутил, но и она светила, и сломалась. Как раз идеальный пример использования товара по целевому назначению, после которого, соответственно, она сломалась. Он увидел на коробке, что гарантия год, и пришел менять магазин. И видит, что лампочка стоит 45 рублей, то есть он купил за 85, а сейчас лампочка стоит 45, ну, спустя полгода, так реально бывает. И он говорит, замените мне лампочку. Ему говорят, ну, хорошо, в течение срока гарантии, соответственно, вы, что, решили заменить товар, потому что он оказался ненадлежащего качества. Супер. И заменили ему. Но тут он говорит, смотрите, я купил за 85 лампочку, она сейчас стоит 45. Вы мне отдали новую лампочку, но, получается, вы на мне выиграли 40 рублей, абстрактных, теоретических, получается так. То есть он-то заплатил 85, а получил лампочку за 45. И он говорит, верните мне 40 рублей. Разница. Не смотрите, что сейчас низкие цены, нам важно понимание процессов юридических, понимание того, как работает закон. Потому что тут может быть и не 45 рублей, а 45 тысяч. И его логика, она достаточно разумна, потому что если магазин дает тот же самый товар, но он намного дешевле, почему магазин тогда с вас взял больше, если сейчас разница такая существенная? На что его магазин отказывает? И Роспотребнадзор говорит, отказ магазина правомерен, то есть магазин не должен возмущать разницу. Почему это делается? Это делается по статье 24, которая называется «Расчеты потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества». И вот у нас, смотрите, пункт 2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар, в случае, если перерасчет цены не производится, это статья 24, пункт 1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки, перерасчет цены не производится. То есть, если товар стал дешевле, тогда получается не очень вам выгодно. Если товар стал дороже, вам получается выгодно. Вы как бы заплатили одну стоимость, товар сейчас уже дороже, а вам все равно на него заменили. И чтобы не было таких сложностей, у нас в защите прав потребителей в законе написано совершенно четко. Просто меняем на такой же товар. Но это если вы поступаете неграмотно и выбираете замену. А теперь воспользуемся случаем, когда покупатель с этой лампочкой более грамотный. И он решает вернуть деньги. Потому что вы знаете, что по статье 18 в течение всего 40 гарантий можно вернуть деньги или потребовать ремонт на ваш выбор. И вот он, понимая, что товары реально дешевеют со временем, идет в магазин и требует вернуть деньги. И ему тогда сколько отдают? Уплаченные 85 рублей. И он на них покупает 2 лампочки. Ну почти 2. 2 лампочки покупает. То есть, когда вы обмениваете, вы получаете 1 лампочку. Когда вы возвращаете деньги, получаете 2 лампочки. Это просто эталонный пример того, как знание закона позволяет вам принимать более эффективные решения. Только вопрос. А ему реально вернут 85, если он купил за 85, а сейчас стоит 45? Да, потому что у нас, смотрите, в статье 24 пункта 3 написано, что в случае предъявления потребителям требования о соразмер... Вот это там, сейчас скажу. Пункт 4. При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара и ценой на текущий момент. То есть, вы можете вернуть либо за сколько купили, либо сколько стоит товар сейчас. Заметьте, вы получаете выбор. То есть, при замене товара, при обмене у вас выбора не было. А при возврате денег у вас есть выбор. И все. И вот таким образом удивительно, но ваше знание позволяет вам получать гораздо больше. Если вдруг меняются цены. Интересный пример. Больше напоминает юридический этюд. Ту ситуацию, когда мы рассматриваем гипотетический пример, чтобы понять, как работает закон. Когда это может сейчас пригодиться? Ну, например, когда товары сильно дешевеют с айфонами. Купили, например, айфон 12, и он сейчас уже подешевел на треть. Купили за 100 тысяч, он сейчас стоит 70. Получается, если вы меняете айфон, потому что у вас сломался, то вам дадут новый качественный айфон, который сейчас стоит 70, а вы купили за 100. Ну, как бы абстрактно вы в минус 30 ушли. А если вы возвращаете деньги, вы возвращаете 100 и покупаете за 70, и пришли в плюс 30. Понимаете, вот элементарное знание дает такие возможности, конкретные на практике. Все. А, кто-то скажет, а если сейчас видеокарту купили за 50, а она стоит 80, ну, наверное, невыгодно возвращать деньги, да? Купили за 50, например, вернули 50, сколько заплатили, а сейчас она стоит 80, и уже не можем купить вторую. Нет, мы так не делаем, потому что мы знаем, что по статье 24.4, если купили за 50, то сейчас можно вернуть 80. Мы выбираем сами, какую цену хотим возвращать, если забираем деньги. Понравилось видео, было это интересным новым. Номер карты в описании. А если хотите, можете поддержать канал маленьким донатом, поддержкой, как хотите. А также кидайте это видео друзьям знакомым. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok